Вот такой способ я вам хотела рассказать. Засолки простой, быстрой, удобной времени минимум затрачиваете. А огурцы получаются очень вкусные. Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Я вас всех приглашаю к себе на кухню, на канал «Восаду или в огороде». И мы снова с вами начинаем крутить банки. Что же огороднику делать? Это, конечно, сажать рассаду, потом выращивать урожай, а потом, конечно, все это нужно сохранить и закрутить банки. И сегодня я хочу вас познакомить с одним рецептом. Рецептом огурцов квашеных. Именно тех квашеных огурцов, которые делали наши бабушки. По крайней мере, вот этот рецепт, который сейчас я вам именно буду рассказывать, как я делаю, делала моя бабушка. Воду, конечно, брали из колодца и все манипуляции с огурцами делались на улице. Промывание огурцов и все такое прочее. В общем-то, походу, вы все поймете. Но рецепт этот очень-очень старый. Но проверенные огурцы получаются очень вкусные. Что же потребуется для этого рецепта? Сначала я вот хочу вам показать, прежде чем я скажу. Вот в этой банке мною вот так заквашены огурчики. Они закрыты крышкой железной. Но это может быть и капроновая крышка, как для горячей закрутки, так и для холодной. Любая крышка, какая вам удобна. Если посмотреть, вот сейчас огурцы мутные. Но постепенно эта мутнота, муть эта, да, садится на дно. Рассол становится прозрачным. Именно для этого способа идут все любые огурцы. Даже огурцы крупных размеров. Это не обязательно маленькие огурчики, которые привыкли мы с вами мариновать. То есть все огурцы, которые существуют, вы можете квасить. Квашеные огурцы это и винегрет, это и рассольник, и даже просто так с картошкой. Это вкусно. И если посмотреть вот сейчас на крышку, да, она немного как бы подвздута. Это ничего страшного, потому что здесь еще процесс брожения совсем не закончился. И она, но она не слетает. Если вас это напрягает, пользуйтесь пластмассовой крышкой. Моя бабушка в далекие времена вообще пользовалась, я не знаю, конечно, какие-то были плотные такие целлофановые мешки, из-под чего я не знаю. И она просто даже мешками закрывала веревочкой, бечевочкой и отправляла в публик. Поэтому закрывать вы можете их чем угодно, это не принципиально. Ну так, подробно, что же понадобится для данный момент для квашения вот этих огурцов. Это лист хрена, укроп, это лист смородины, пожалуйста. Это может быть лист вишни, специи могут быть любые, какие вы любите. Вы можете добавлять острый перчик, если вы любите. То есть мы добавляем спец, перец, горошком, в общем-то любые специи, какие существуют. Значит так, что же самое главное, в чем заключается универсальность этого способа. Во-первых, у меня всегда сейчас на готове стоит ведро. В ведре приготовлен рассол. На 10 литров воды мы берем килограмм соли. Соль мы берем не иодированную, а соль берем каменную, крупного помола соль. Высыпаем в эту емкость, да, где 10 литров у нас вот этой воды. И я обязательно этот рассол кипячу. Прокипятила, все, он у меня стоит, остывает. И я им пользуюсь, ну вот пока он у меня не закончился. Закончился, я новые делаю. Так как концентрация очень сильная соли, ничего не происходит с этим рассолом. Он прекрасно стоит у меня в ведре, накрыт крышкой. Как я поступаю? Вот у меня я приобрела для себя вот такие вот бочонки. Чем же они удобны? Я вот тоже вам советую приобрести. Они просто очень удобны именно для квашения капусты, помидоры, огурцы. Здесь вот такая вот крышка. Вот видите? И сверху так называемый, как бы называется гнет. Вот такая вот крышечка. То есть, когда мы положили целый бочонок огурцов, мы потом давим этой крышкой, и получается огурцы все скрыты в рассоле. Если огурцов немного, то можно сюда подложить или тарелку, или еще что-то, чтобы вот именно функция этого гнета была, чтобы огурцы все были погружены именно в рассол. Огурцы мы моем. Ничего у них не обрезаю. Вот видите? Вот такие вот твердые-твердые огурчики. Я складываю. Это может быть ведро у вас, все что угодно. И заливаем холодным рассолом. Тот рассол, который мы приготовили. И оставляем... Специи никакие сюда не кладем. Просто рассол. И оставляем эти огурцы в покое. Где-то они должны у вас солиться примерно 5 дней. Вот. Они уже приобретают вот такой вот цвет. Видите? Вот такой оливковый. То есть, огурцы уже готовы к закрыванию в банке. Чем удобен этот способ? Вы потом можете огурцы эти раскладывать по любым банкам, которые вам удобны. Или трехлитровый, двухлитровый, литровый. Потому что сейчас в чем будет заключаться следующая работа. Надо достать эти все огурчики и промыть, хорошо промыть, под проточной холодной водой. Так, огурчики промыли. Они чистые. Чистая банка. В банку на дно я сыплю только вот так. Ну, немного вот так. Перец горошком. Вы можете добавить острый перчик. Здесь уже что угодно. Но травки все, муравьки, на дно банки мы не кладем. Сейчас я вам скажу почему. Дальше мне нужно порезать чеснок. Сейчас чеснок молодой. Поэтому я его досконально не чищу никогда. Вот так я просто оболочку снимаю, сердцевинку убираю и все. И вот так вот нарезаю чеснок. Кладу на дно банки. Теперь необходимо в банку загрузить промытые огурцы. Вот чем хорош вот этот способ. Дело в том, что вы уже здесь банку так набьете огурчиками, что не будет она пустой у вас. Банку слегка вот так потряхиваем для того, чтобы огурцы вот заняли все пустоты. Огурцы я сложила. Теперь необходимо добавить, вот лист смородины я добавляю. Я добавляю лист хрена. Все это кладу сверху. Почему я кладу сверху траву? Вот эту травку, да, будем говорить. Вот палки, вот это все. Не надо ничего резать. Вот прям вот все делаем вот так, по-простому, по-деревенски. Потому что все вот эта вот трава, это будет служить грузом сверху. Она вот как бы, да, утапливает вот так огурчики. И огурчики получатся, в общем-то, все прикрыты вот травой. Можно еще хрен добавить. Кто-то любит кору дуба, кора дуба, листья дуба. Здесь уже, вот, пожалуйста, все что угодно. Так, теперь, что необходимо сделать теперь? Мы берем и из-под крана холодной водой заливаем огурцы. Заливаем просто водой холодной из-под крана. Уже никакую соль, ни уксус. Мы ничего не добавляем. Просто холодная вода. Беру крышку и закатываю машинкой. Кстати, про машинки я хочу сказать. Вот сейчас я себе приобрела Прудмаш, вот, новую машинку купила на рынке. И, кстати, я очень ей довольна. Почему? Вы сейчас поймете. Посмотрите, это машинка автомат. Вот я ей закатываю. И вы слушайте внимательно, вы услышите щелчок. Вот, характерный щелчок. Это все. А крышку мы с вами закрутили. Если посмотреть, посмотрите, какой ровный край делает вот эта закаточная машинка. Кстати, сразу просто говорю, купила я ее у себя на рынке, где продают все крышки, банки. Живу я в городе Серпухов. Чтобы не было вопросов, где вот именно приобрести вот такую закаточную машинку. Все. Вот в данный момент я еще не опускала в погреб огурцы. И они у меня стоят еще дома на террасе. Вот им срок где-то примерно недели. Но вы можете сразу их опускать уже или в погреб, в подвал, да куда угодно. Вот такой способ. Я вам хотела рассказать. Засолки простой, быстрой, удобной. Времени минимум затрачиваете. А огурцы получаются очень вкусные. Только еще раз предупреждаю. Не паникуйте. Вот эта вода холодная, она, конечно же, помутнеет. Это однозначно. Потом постепенно, постепенно рассол осветлится. И как я сказала, уже вот крышка. Вот у меня уже они стоят, эти огурцы, неделю. И как видите, крышка не слетела. Поэтому вы можете закрыть просто даже капроновой крышкой. Вот такой рецепт, рецепт проверенный, рецепт старый, да, и очень вкусный. Я хотела сегодня вам рассказать. Потому что в этом году я вот таким способом тоже засаливаю огурчики. Хороших вам урожаях, вкусных заготовок. А с вами была Юлия Меняева на канале Высаду и Левогороде. Пока-пока.